Что будет, если купить админку? Правильно, хаус. Сегодня я приобрёл модератора на сервере Арис Майн и стал худшим модератором за всю историю Майнкрафта. Также хочу измениться за свой голос, ибо я заболел. И, кстати, твой лайк и подписка, это лучшая мотивация делать видосы каждый день. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Ну что же, предлагаю немелеть, прописать секретную команду МОДЕР, нажать на интер, и, ребята, я себе покупаю привилегию МОДЕР. И вы только посмотрите в чат, ребята, все просто в шоке. Потому что купить модераторов фактически нельзя. Короче, мы сразу прописли команду В, чтобы включить невидимость. Я был сейчас на 10-м грифе, поэтому мы пишем СРВ, гриф, допустим, 3. О, и меня тут уже вот так вот встречают. Ну, ребята, смотрите в чат, куплю землю ТП. Что ж, мы отправляем к нему запрос на телепортацию. Опа, он меня, ребята, принимает. И он, ребята, пишет, скок у тебя. Чего у меня скок? Земли. У меня целый инвентарь. Выставляй. Давай лучше ты мне переведешь деньги, а потом я тебе лично дам землю. О, ребята, мне 20 тысяч кто-то дал. 39 тысяч. О, еще 1249. Камон, что происходит? Так, ладно, ребята, поскольку мы самые плохие модераторы на сервере Арисмайн, я предлагаю заглянуть в его инвентарь с помощью команды NFC. И давайте мы у него просто-просто украдем его землю. По всей видимости, ему как-то нужна эта земля. А мы его взяли просто и украли. Ну и теперь ему напишем, продам твою же землю за 2000 долларов. Не. Почему не? Это же твоя земля. Ну и в итоге этот игрок просто-просто ливнул сервера. Так бывает тоже. И вы только посмотрите на мой баланс. У меня 3 за 21 тысяча долларов. Откуда у меня столько денег? Вопрос. Так, ладно, ребята, окей. Ливаем с этого сервака, допустим, на второй мир. Ну и смотрим, чат. Кто бы в этом эфке сервера человек теру голым? Давайте мы к нему отправим телепортацию. И в случае, если это будет грифер, то мы его накажем. Опа, ребята, он меня телепортирует, окей. И смотрите, он меня не скинул в навушку. Блин, я ждал то, что это будет грифер, честно говоря. Ладно, братишка, на, держи яблочко. Я, я думаю, что ты грифер. Реально, сорян. Всё, сори, не беспокою. Короче, смотрите, что я сейчас буду делать. Значит, мы пишем чат. Продам донат за игровую валюту. ТП ко мне. Ну и вот, ребятки, наш первый подопытный, поэтому мы его сегодня обоём. Он у меня спрашивает, сколько тритон? Давайте мы напишем 200 тысяч. И, ребятки, он мне переводит, краски, 200 тысяч. И мы просто, ребятки, леваем на спаун. Всё, спаун, всё, пока-пока. Давайте, ребятки, повторим данную манипуляцию. Мы снова телепортируемся на РТП-С. Принимаем какого-нибудь игрока. И спрашиваем, какой донат ты хочешь купить? Тербира. Окей, с вас 200 тысяч. Ща. Ну что, как вы думаете, скинет мне он деньги, либо же нет? Я вот думаю, что он мне скинет. Поэтому давай, да, давай быстрее поже. И, да, ребятки, он мне переводит 200 тысяч. И мы, опять же, леваем на спаун. Спаун. Всё, пока-пока. Ладно, ребята, на самом деле, я не такой уж и плохой. Ну, как бы, надо в роль было вжиться, правильно? Поэтому я возвращаю этим игрокам по 200 тысяч. И заранее прошу у всех будущих игроков прощения. Я, правда, не хотел. Я не плохой админ, правда. Это просто такая рубрика в Майнкрафте. Ребята, смотрите в чат. ТП-раздача за два алмазки с АПК-шера не давать КД. Давайте мы к этому игроку, как раз-таки, отправим телепортацию. И этот игрок находится в режиме боя. Так, ладно. Вот, ребятки, Супер Макс 888 пишет все ТП-раздача. Давайте, да, мы к нему уже телепортируемся. И всё, ребята, мы отправили телепортацию. И как вы думаете, это будет обманщик, либо же нет? Чё-то мне, ребята, подсказывает, что это будет обманщик. Поэтому мы включаем годы. Это, если что, режим боя, ребята. И он меня телепортирует в ловушку. Смотрите. Окей, братишка, я как будто бы упал. Всё, пока-пока-пока. Ребята, я приземляюсь на костры. Он меня хотел вообще, ребята, поджарить. Так, окей. Окей, ребята, мы отсюда... О, у меня... У меня нет управ на регионы? Серьёзно? Так, подожди, а я хотя бы флайм могу прописать? Нет, не могу, что ли? Подожди. А, не, могу. Всё, окей. Ну и поскольку мы самые плохие модераторы, мы его пинаем. И спрашиваем, зачем ты обманываешь игроков? Где раздача? Я алмазников убиваю, а голым даю, чтобы жизнь малиной не казалась. А слушайте, ребята, а этот игрок мне начинает нравиться. Но, к сожалению, сегодня я очень плохой модератор, поэтому мы прописываем команду WAND, выбираемся, ребята, наружу. А, стоп, а как выбраться наружу? Ребята, у меня нет команд, чтобы выбраться наружу. Чёрт. Бро, выпусти меня, БЖ. Так, ребятки, он мне выпускает, и здесь смотрите, какой механизм. То есть, это, ребята, механизм, который закрывает и открывает поршни. Ну, точнее, двери. Короче, ребята, что мы делаем? Выделяем первую точку здесь, вторую точку здесь. Ну и пишем команду SET 0. А, команда не найдена или Ведя неверно? Почему? Почему? Ребята, что я неправильно вёл? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, по-моему, я всё правильно вёл. SET 0, что не так? Короче, я так подумал и решил, что модератора мне мало. Поэтому это мы смотрим в чат, и я покупаю себе привилегию админ. Да, не спрашивайте, как я это сделаю. Это секрет. А все вы знаете то, что я обожаю магазины. Но сегодня мы совершим ограбление магазина. Как раз, ребята, смотрите в чат. Все ТП на варп-шоп магазин называется Семёрочка. Давайте мы рубежим варп... А какой там варп был? Я забыл Сем... Семёрочка? А, ребята, всё, вспомнил варп-шоп. Всё, ребята, я сюда телепортировался. Это действительно какой-то магазин, но здесь очень маленький выбор. Что ж, это, ребята, не беда. Потому что мы видим в чат, кто из вас владелец магазина. И я. Что ж, ребята, вы готовы к ограблению магазина? Я думаю, то, что да, поэтому... А давай мне все шмотки. Что у тебя есть? У тебя есть ровно минута. Так, ребятки, он меня зовёт к себе. Окей, мы идём за ним. И неужели он мне реально даст сейчас свои шмотки? Да ладно. Ребята, он открыл сундук первый. Окей, открыл сундук второй. Что-то, ребята, берёт. Да ладно, ребята, он мне реально даёт вещи. Но только что-то мало. Только один нагрудник. Этого мало. Мне нужно больше. О, он мне реально больше выделивает. Ребята, он мне практически весь цвет алмаз накинул. Нормально. Я не верю в то, что, ребята, вот это вот, ребята, все его шмотки. Правильно? Правильно. Поэтому мы заходим в него в сундук, ребята, и берём все его шмотки, что у него тут лежат. Так, ребята, минус один сундук. Окей, второй сундук мы тоже, ребята, ограбляем. Кстати, у него реально, ребята, очень мало шмоток. Прям очень мало шмоток. А что у него в бочках? Давайте проверим. Здесь тоже, ребята, очень-очень всё скудно. Ладно, последний сундук. И здесь то же самое, блин. Так, ладно, ребята, выйдем отсюда. Немножечко взлетим. И давайте поменяем ему немножечко домик. Прописываем команду ванд. Выделяем первую точку. И где-нибудь здесь, ребята, пишем пост 2. Ну и давайте поменяем вот эти доски, допустим, на алмазы. Мы прописываем вот такую команду. Оп, ребята, и всё. Вроде бы, да, ребята, всё, у него алмазный дом. И вот мне интересно, он будет его добывать, либо же нет. Сейчас он реально возьмёт гирку и просто пойдёт добывать алмазы. Я офигею. И таки, да, ребята, он просто-просто берёт и добывает свой дом. По факту он сейчас гриферит свой же дом и... Если я не верну, что ты будешь делать? Капец, дом из алмазных локов. Ты чё, Фриз? А мне? А тебе, братишка, бан, твой ник, вот так вот, и напишем ты плохой. Вот так, оп, ребята, всё, я его забанил. Посмотрите сюда. Заранее извиняюсь, ребята, за всех игроков. Сори, мне очень, правда, жаль вас. Ну, а теперь, этим игрок, ребята, добывает свой же дом. И он не подозревает то, что я сейчас, ребята, что-то сделаю. А что именно, сейчас увидите. Значит, ребята, мы пишем реплейс 57 на, допустим, бэдрок. Нажимаем интер, и теперь, ребята, у него бэдроковый дом. И его он точно уже не сможет сломать. И он уже больше, ребята, ну, ничего не сделает. Вообще, абсолютно. Он не сможет делать ни ремонт в своей комнате, не сможет ничего сломать здесь. Ну, и по большому счёту, он даже ничего не сможет с ним сделать. Даже построить новую комнату. А, кстати, ребята, смотрите, человек пишет, дай донат, прошу. Что ж, братишка, окей, я тебе сейчас выдам донат. Пробизываю команду PX. Его юзер, это XXXX. Гроубос, это Гидра. Ну, и теперь, ребятки, этот игрок у нас Гидра. Он же попросил донат. Я ему, ребята, дал донат. И не важно, что он ниже, чем был. Ну, ничего страшного. Всё, я дал тебе донат. Ты рад? Нет. И вот мне интересно, что он будет делать с этим донатом? Давайте, ребята, мы выйдем в Ваниш. Чтобы он нас, конечно, не видел. Но и пока он ничего такого не делает. Вообще, ребята, абсолютно ничего. Ничего не незаконного, ничего законного. Вообще, он просто стоит. Он просто стоит. Ребята, если вы вам дали модератора, что бы вы делали? Напишите в комментарии. Я думаю, что вы вот так вот не стояли, 100%. Смотрите, ребята, ему даже подсказывают в чате. Возьми кит. А он, ребята, просто стоит. О, стоп. Ребята, он куда-то вышел. Он куда-то вышел. Давайте мы к ним, ребята, телепортируемся. И он, ребята, сейчас находится на своём доме, видимо. О, здесь домер ещё. Нифига себе. Так, ребятки, он снова куда-то телепортировался. Давайте мы телепортируемся за ним. И чтобы вы понимали, у этого игрока есть доступ к абсолютно каждому привату. И его уже начинает таргетить скитти. Но это не я, бро. Это не я. Он, ребята, думает, что это фриз. Фриз, но это... Это не фриз. Фриз-то вот здесь. Здесь я. А-ха. И смотрите, что он пишет. С тебя один, как и Арисов. Ладно, сори. А настоящий модер... Ну, летает там, например. Ребята, этот игрок вообще, походу, не считает даже чат. Он не понимает, что его пишут, а что у него есть практически все-все привилегии. Ребята. Ребята, он взлетел. Да ладно, я не верю. Всё, ребята, он включил год. Его не могут бить и... А, нет, его могут бить. Странно. Но, как включить флай, он разобрался. Слава господи, блин. И вы посмотрите, ребята, он уже собрал некую фан-базу возле себя. Но и теперь у него есть собственные фанаты. Однако, я хочу его огорчить, потому что мы, ребята, смотрим в чат, и я его покупаю привилегию Цербер. Да, ребята, небольшой даунгрейт случился, потому что у него был модер, а теперь Цербер. Ну, такое тоже бывает. В принципе, каждый день такой на Рисмайне. У меня бывает Тритон. А у него Тритон был. Чёрт. Ну, ребята, это всё меняет, поэтому я вам покупаю Феникс. Ну, и теперь, ребята, я думаю, то, что мы в расчёте. УТП, магазин, небольшие цены. Что ж, ребята, мы теперь телепортируемся через ТПО, то есть без запроса. О, ребята, телепортировались хорошо. Где твой магазин? Мне он срочно нужен. Так, ребятки, видимо, вот он, окей. Хороший покупок, спасибо. Так, ребята, окей, здесь у нас кит Гидро есть, кит. Слушайте, у него есть, у него есть алмазка. И он, ребята, мне написал, не трогайте, пожалуйста. Тролстайм. Если ты мне дашь алмазку З2, то я отстану. А мне что? Ну, если ты не дашь, то я тебя просто забаню. Так, ребятки, он когда-то ушёл, братишка? Нет, 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 ты админилимнешь, поэтому, ребят, отдаём ему КДшечку. И напишем, гони бронь. Ой, бровь написал, бронь, бронь, вот. Так, ребятки, подбираем бронь. Это у нас защита двойки, как раз не то, что я попросил. И напишем то, что этого мало. Больше ПЖ. Иначе бан. Он снова роется в своём звуке, и надеюсь, что он мне даст какие-то ресурсы. Давай, давай, да, выкидываем. Молодец, молодец. Ну, ребята, согласитесь то, что это очень мало алмазки. Поэтому напишем, давай мне З3, либо я тебе дам бан. У меня нет. Что ж, тогда бан. Да, блин. Да, братишка, извини, но сегодня, сегодня я очень плохой админ, поэтому напишем, не дал алмазку в причине. Всё, ребята, я его добавил навсегда. И я реально извиняюсь. Сорян, сори, 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 извините. Ну и давайте посмотрим, что у него сейчас в сундуке, ребята. И у него действительно ничего не было, кроме как мечика на страту 1. Блин, мне его жалко, честно, ребята. Это очень плохая рубрика, больше не просите у меня её снимать. Никогда больше в жизни не буду её снимать. Просто ломаю жизнь игрокам, реально. И если что, всех игроков, ребята, я отбаню. Так что не надо мне писать в комментарии, типа, разбанях. Они и так уже разбанят. А, кстати, ребята, смотрите в тап. Здесь есть халбер SQ Амер 1337. Давайте мы к нему как раз, ребята, телепортируемся. Простите, походу, в АФК. Братишка, не АФК-ш. И напишите ему, привет. Это проверка на читы. Кидай свой ДС, иначе бан. Одну минуту. A few minutes later. Так, окей. Заходи в Майнкрафт сейчас, прямо сейчас. Угу. Так, ага, я вижу. Значит, F3, нажимай F3. Вижу то, что ты играешь с Лэби Мод. Да, всё верно. Покажи-ка ещё раз, как я так сделал. А, что это? Это как? Правый шифт. Это читы? Под энтером. Нет, 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 ни в коем случае. А ну-ка ещё раз, нажми, нажми. Ещё раз так. Оп. Опа, ну а нифига себе анимация прикольная. Так, ладно, хорошо. И что она делает? Ммм, ничего, можно настраивать. Ага, и тебе это надо? Ну, в принципе, нет. Понял. Ну ладно, хорошо. Заходи в настройки. Ммм, в настройки Майнкрафт. Настройки. Наборы ресурсов. Наборы ресурсов. Давай посмотрим твои ресурсы. Пролистай немножечко вниз. И смотри, я, кажется, заметил. Нюкер Дефолт. Это что такое? Не вижу. Где? Смотри, оно красным тебя посвечит. Да, вот оно. Да, 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 да. Ну, это читы, 100%. Нет, это не читы. А что это? Это какой-то ресурс, который не работает, по-видимому. Получается, читы не работают. Получается, что так. Ага, то есть спалился. Нет, 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 ни в коем случае. Так, ну ладно, хорошо. Заходи снова в настройки. Наборы ресурсов. И на папку с наборами. Так, вижу. Заходи, значит, в папку Versions. Она внизу находится, если что. Так, вижу. Значит, смотри, у тебя есть две папочки внизу. RTX и RTX On. Что это значит? Это я создавал версию, чтобы работал RTX, но почему-то чуть-чуть не получилось. Из-за читов, получается. Не получилось. Нет, 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 ни в коем случае. Значит, тогда заходи в точку Minecraft. Точка Minecraft. И заходи в Mods. Mods. Блин, что у тебя мало модов. Это реально странно. Потому что вовемодс. А, у тебя вовемодс. Точно, вспомнил. Ну, вот знаешь, мне не нравится этот мод, который вот Close Config, вот этот вот. Close Config, это я тебе сейчас объясню, что такое. Да слушай, слушай, можешь не объяснять. Все, я уже все понял, что у тебя читы. Все, я тебя уже забанил. Настройки других модов. Да, все, я тебя уже забанил. Я забанил тебя уже. Блин, получается, спалился? Ну, я тебе говорю, блин, хотя бы почистил компьютер перед проверкой, не знаю. Ну, как-то глупо получилось. Какой-то леби-мод, прикрываешься там леби-модом каким-то, странно очень. Да, кстати, спалился не может. Ну, я же говорю, вот тебе и хелпер. Вот, с читами спалился. Беспредел на рисование вообще происходит. Ну, мы стараемся следить за порядком. Ну, я вижу, как ты стараешься следить. Отлетел за читы, стараюсь следить за порядком. Мне ничего добавить. Ну, тогда все, давай, пока. Спасибо большое за проверку. Давай. Окей, только что я подготовил вот такую, ребята, платформу, на которую будут драться два игрока. Что мы делаем? Пробиться мигманду ТПО. Рандомный, ребята, Ник, селебортируем ко мне. Вот так вот в... Ой, какой фриз. Higher than you у меня, Ник. Higher than you. Вот так, оп. Первый игрок уже есть, ребята. И давайте... Ой, он упал. Черт. A few minutes later. Так, ребята, я немножко переделал свою арену. И теперь есть снег. Собственно, игроки могут вот таким вот, ребята, образом слить... Ой. Короче, вы поняли. Таким образом, игроки могут слить, ребята, от других игроков. Ну и победитель получит бан. Ну что ж, ребяточки, броню я им уже выдал. И осталось им только рассказать правила. Вы должны драться между собой. Быстро. Итак, ребятки, этот пандар уже идет на вступление. И кто победит, напоминаю, ребята, получит бан. Поэтому мы смотрим за ожесточенной, ребята, борьбой. Как раз таки за привилегию бан. К сожалению, сердечки, ребята, у меня нету. Поэтому мы просто смотрим. Я ставлю на то, что Цербер, ребята, выиграет. Хотя пандар, ребята, не такой уж и простой. Он съел яблочко. И что же, ребята, сейчас будет? Еще яблочко хавает. Господи. Ребята, жесточайший бой. Если что, у них защита 2 и мечта остроту 2. И у них, ребята, одинаковые наборы. Так что шансы 50 на 50. И напишите в комментариях, как вы думаете, кто из них победит? Кто из них, ребята, получит сегодня бан? Я лично думаю, что этот Цербер, потому что он как-то более уверенно пвпкается с этим пандаром. Но а по итогу... Давай, 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 ну давай. Блин, ребята, они уже очень долго пвпкаются. Реально очень хорошие пацаны, которые действительно умеют пвпкаться. Уже где-то минуты 2 они пвпкаются. Реально очень долго. Я думал, это займет букву... Стоп. Нет, ребята, пандар победил. Черт. Я рассчитывал, сейчас говоря, на Цербера, но он побеждает пандар. Поэтому напишем ему, ты выигрываешь бан. Поздравляю. Что же, ребятушки, баню этого молодого игрока, а ангелочек за, допустим, за что? За то, что выиграл. Так, оп, все, ребята, минус челик. Забираем ресурсы и их тоже убираем отсюда. Ну а сейчас мы пишем команду Тепо. Давайте мы телепатимемся к этому игроку, который проиграл. Ну и давайте, ребята, чтобы было все честно, я прописую команду Кит. Ну и покупаю набор Ариса. За Арисы. Провисуем инфсим, его ник. И кладем, ребята, как раз таки этот Кит ему в инвентарь. Потому что все-таки, ребята, он выиграл в нашем турнире. Ну и до последнего, ребята, я оставил самое сладенькое. Краш спава. Для этого мы выберем команду Спьере 0 и, допустим, 5. Вот, ребята, мы как раз таки подчуть крашем наш спаум. Давайте немножечко побольше покрашем. Так, оп, 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 хорошо. Ну и я вам предлагаю залить все это лавой. Поэтому пишем это Спьере 0 и до... А, не 0, какой? 10. 10, ребята, пятерочка. Оп, хорошо, ребята, все. Лавовая сфера создалась. И мы, ребята, сейчас сделаем огромнейшую сферу. Например, из 10 радиуса. Нажимаем, ребята, Enter, и этот шар будет в 2 раза больше, чем предыдущий. И посмотрите, ребята, он занимает очень много пространства на спавне. Капец, что я делаю, ребята, что я делаю? Но это еще не все. Поднимаемся высоко, ребята, в небо. И давайте мы здесь тоже сделаем краски сферу 10 на 10. Вот такое солнце, ребята, на спавне Арисмайна. Заходите, играйте. Айпи как бы в описании. И, ребята, еще один шарик такой же сделаем. Третий, отлично. Все, вот такой пейзаж можете наблюдать на севере Арисмайн. Поэтому зайдите на шестой гриф и наблюдайте вот на эту красоту. Ну а далее мы провели свою команду One. Берем, выделяем где-нибудь вот здесь, ребята, первую точку. И где-то здесь, ребята, вторую. Теперь пишем команду Set 0, ребята, и все. Половина спавна. Подожди, не половина спавна. Четверо-то, я, конечно, отек, но это очень мало. Поэтому давайте мы захватим немножечко больше территорию. Например, отсюда. И где-нибудь вот отсюда. Так, оп. Теперь, ребята, пишем команду Set 0, и все. Ребята, половина спавна. Даже большая часть я просто-напросто срезал. Яфа-буды тут и не было. И посмотрите вот так просто, как все дело это расположено. О, даже, ребята, в эту штучку... А, я думал, она слетела. Она не слетела. Ну ладно. Просто, ребята, посмотрите в чат. Дядя Толик, постриги меня под нолик спавну. Ребята, я только что понял то, что я снес под нолик казино. Все, ребята, казино больше вообще не существует. Посмотрите, у него нету ни стен, нету ни крупье вообще, ребята, никого нету. Господи, что я сделал за спавну? Меня же, ребята, Миша убьет просто за это. Хотя, ребята, спавн даже, мне кажется, стал красивее. Если вы согласны, то, пожалуйста, напишите комментарий об этом. И поставьте лайк. Но вы можете зайти на сервер Арис Майн, на шестой гриф. И лицезреть вот эту картину. Поэтому всех, ребята, жду на Арис Майне. А с вами был Фриз. Всего ночи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok